и снова здравствуйте всем привет и так еще один вопрос значит который нужно решить это значит по кнуту вот этого персонажа вот вот по этой штуке да как это все дело значит обстоит как можно сделать анимацию давайте попробуем сейчас таймлайн мал-мал раздвину теперь импортируем сюда значит кнут я его так на скорую сделал сейчас чуть подгоним это значит общ и кнут он такое здесь замутил вроде бы по длине он должен быть побольше до тройка нам паде перекручиваем и делаем ему значит с уменьшаем смотрим где он да что насколько он должен быть по идее он должен быть большой чтобы красиво все это дело смотрелось да но вот ручка у меня значит большая получается сейчас мы это все дело значит уменьшим подгоним заходим в edit mode выбираем нашу вот эту ручку рентген включаем ручку выбираем и делаем с ну как-то так тогда потом можно вот эти выбрать тут тоже чуть-чуть потонше его сделать по одной лучше чтобы это все дела более-менее симпатично было так вот эту штуку тоже а ну-ка с уменьшить пускай какая-то такая будет а ну-ка теперь английская а и давайте подразделим ну чтоб побольше было этих значит как ребер полигонов чтобы у нас это все не распадалась а ну-ка g что-то перенесем где-то что-то с уменьшим так вот эти тоже можно с кривова ты конечно но что поделать пойдет пока понимание значит все это дело должно зайти а ну-ка да чуть кривова ты а ну-ка как у него внешний вид будет пойдет так теперь мы его подальше относим как еще можно подальше чтоб он с персонажем значит не слипся так в object mode теперь какая штука нужно значит выбрать кости заходим в edit mode выбираем головную косточку и вытаскиваем кость alt п crep parent и ну как же подставляем это все на ручку вот с этой стороны и в эту сторону вытягиваем значит управляшку вот так будет теперь значит вот эту кость вяжем на эту ctrl p keep offset а вот эту косточку выбираем и значит G тянем до самого кончика теперь выбираем кости делаем subdivide subdivide здесь желательно побольше этих subdivide чтобы ну поприкольней ух ты многовато будет да я их все не настрою это долгая песня будет пускай пока так теперь заходим в object mode выбираем значит наш кнут выбираем наши кости делаем ctrl p значит white automatic widget с автоматическими весами выбираем кости заходим post mode и смотрите что делаем выбираем значит первую кость и вот эту кость ctrl shift c copy rotation и пока пусть по миру будет ну и так же тоже тоже дальше итак смотрим если сейчас мы будем двигать G управляшку кнут у нас будет передвигаться а если будем значит вот эту косточку гнуть вы видите что гнется у нас и ручка да ctrl z так а ну-ка зайдем теперь в edit mode и вот это значит еще subdivide назначим тогда вот этой косточке G так не с этой стороны сделаем ей S и сделаем G подведем к нашей ручке тогда вот эту косточку а ну-ка ctrl p она привязана все зашибись заходим в object mode выбираем наш вот этот кнут ctrl p white automatic widget ну вот ручка будет гнуться нормально так теперь выбираем заходим в post mode выбираем какую значит косточку значит косточку так вот эту R ну-ка вот эту опускаем так а ну-ка значит значит вот эту косточку так эту кость настраиваем на эту ctrl cfc copy rotation смотрим что получится если мы будем крутить вот эту косточку то у нас тут нифига не работает значит каждую вот эту кость нужно перекрутить значит local space так теперь если мы будем эту гнуть косточку видите что у нас значит все гнется все работает ну давайте теперь значит с нашим персонажем вот эту штуку видите можем переносить R мы ее можем перекручивать а то будем дописывать потом и значит что значит поработаем с нашим персонажем сейчас так 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 здесь значит G опустим руку значит включим G destructions G поменьше так а ну-ка G так это будет вот как бы торчать теперь площадку мы перебиром выбираем перекручив нашего персонажа ноги у него нормально так теперь что ему нужно нужно чтобы он вот эта рука у него была значит G назад и включится вот это R назад так голова семерка на нампаде делаем R перекручиваем так это модель еще без лицевой анимации ну ладно так G подставляем наш кнут значит нашему персонажу семерка на нампаде делаем R так делаем G теперь семерка на нампаде еще раз делаем R не буду я поджимать пальцы давайте просто так посмотрим простенькую анимацию да так а ну-ка ну это вот типа все в руке будет ладно теперь выбираем нашу управляшку выбираем нашу вот эту кисть руки семерка на нампаде делаем значит первое 100 g g r делаем замах выбираем нашу косточку делаем R прописываем A и следом на каком кадре будет давайте на десятом выберем нашу кисть руки выберем косточку управляшку так тут она чуть-чуть съехала да и теперь получается что он должен значит семерка на нампаде сделать R G перекрутить значит кисть руки вот сюда вот так вперед да так тут что у нас получается так теперь следом у нас идет ключица семерка на нампаде делаем R перекрутку тела рука как ctrl z рука уходит G как бы в бок это значит еще вперед накидываем это все дело расслабляем так что еще тут G поправляем нашу значит наш кнут ну тут замах конечно больше должен быть анимация другая но я просто чтобы понять систему да подпишем а и так теперь вот этот кадр тоже копируем шифт так это 10 пусть будет так пусть будет 20 так нормально да и теперь значит на каком здесь уже с двадцатого а ну-ка да с двадцатого идет замах резкий ну 25 D и получается выбираем кость значит нашего хвоста выбираем кисть руки и значит чем там что там как она устроена так рука значит поднимается включится включится значит R тоже поднимается выбираем нашу кисть руки нашего персонажа и значит R так так она не катит значит тут идет так G он чуть-чуть приседает голова у него чуть-чуть идет вперед рука у него значит чуть-чуть опускается включится опускается тогда здесь ну потом подкорректируем а и все прописка значит идет и значит на 30 м это все делаем так какой был двадцатый кадр так десятый даем выберем а те кости выберем десятый кадр и сделаем shift D поставим на 30 и тогда получается здесь у него замах здесь у него значит прилет вниз а ну-ка значит теперь у него G рука вперед R G таз опускается позвоночник значит подается вперед перекручивается наверно так таз тоже можно немножко доработать голова тоже поворачивается рука у него G припускается или уходит наверно назад она а ну-ка G здесь включится значит вытягивается и рука еще больше значит вытягивается а ну-ка так опа тогда у нас получается здесь идет хлест так так а и прописка ну вот как это по примитивному да смоем как он бьет а ну-ка кости закрываем так что у нас тут с анимацией чуть-чуть вылетело значит это с косточкой а ну-ка G ну вроде бы как он ее держит да так так и тут тоже такая же песня да ну потому что изгиб дел делается другой косточкой да и получается что вот такая штука получается ну это не проблема можно значит и заморочиться и записать таким вот образом да тут еще вопрос в том что значит не столько важно наверное настраивать еще и на кости эти так а ну-ка вот тут тоже изгиб пошел и значит она отскакивает нужно будет привязывать значит к этой руке какой-нибудь кости ну это уже доработки так ладно смотрим как он выглядит со стороны все пошел удар и значит можно какую штуку сделать так и вот этот кадр шеф д так английская а и второй кадр шеф д можно вернуть ну поставить на 35 ну да нормально ну а теперь вроде бы она и бьет вроде бы и хорошо можно поставить потом значит этим костям столкновение на пол да там сделать какую-то физику ну а другой вариант самый простой мы выбираем значит наш этот хлыст вот и все на шипке и тогда опять же садим плюс плюс предел смотрим так отключаем кости заходим в скурт мод выбираем значит тянучку нашу делаем F кисть побольше и допустим на первом кадре так на втором берем и это все делаем так а ну-ка ага и делаем все это делаем мягче задаем какую-нибудь да там движуху ей и это вообще классная штукенция так уровень пола просто не вижу там делаем тут ее тоже помягче как-нибудь так 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 более можно сделать извилиста так так прописываем значит и так так а здесь мы ее уже выравниваем да можно добавить еще один шутки ну чисто вот на эту на этот поворот так добавляем так так а ну-ка так так ну и Так, не хочет вот здесь вот цепляться, а ну-ка. Так, ну принцип понятен, да? Так, пропишем вот это дело тут. Так, здесь можно чуть-чуть уменьшить. Здесь не забываем, что у нас еще подключен еще один шипкий, можно им работать. Ну и побольше вот этих вот переломов. Да, здесь вот, где он выравнивает. Так, здесь бы желательно уже уйти в минуса. Ну, чуть-чуть оставить изгиб. Так, начинать со второго кадра. Смотрим. Так, здесь еще можно, значит, добавить еще какой-нибудь шипкий и создать уже вот эту хлесткость удара, да? Ну, как-то так-то. Прописываем и... Так, здесь это в минуса идет, или плюс чуть-чуть поставить, чтобы пожила, да, так. Так, так, это что делает? О, это расслабляет. Тоже можно допрописать. Ну, а это бьет. Так, здесь 15-й пистон делает, он ее уводит. Уложим его на место. Убираем, значит, в какие-то ненужные формы. Так, это вот, чтобы поймать это все дело, да, здесь он должен распрямиться. Так, потом здесь он должен чуть-чуть искривиться. Так, что он тут нам дает? Так, что он тут нам дает? Так, вот с этого кадра уже можно начинать его изгибать. Так, ну, на 35-м можно чуть-чуть его выровнять, опять же. Так, смотри, ну, это так грубовато, конечно. Нужно тут посидеть, конкретно им заняться, да. Вот, допрописать, видите, что анимация. Замах вот здесь вот. Так, вот он бьет. И здесь надо, как бы, поровнее все это дело, чтобы было, да. Значит, тогда все в минуса. Так, здесь уже должна быть хлесткость. Как бы, натянутость еще можно какую-то добавить. Так, а здесь вот, ага, здесь он ее уже убирает, да. Ну, вот эту штуку здесь распрямим. Так, ну, вот здесь вот не есть гуд. Это можно переписать. Выбрать, значит, кости, зайти в пост. Ну, вот, и здесь вот уже семерка на нампаде. Лучше бы это, наверное, в эту сторону. Вот так. Можно также сделать вот этот хлыст. Именно как я показывал, ремни делаются, да, на растяжение. Ну, тоже, в принципе, что. Хорошо это все. Главное, анатомию правильно сделать, чтобы он хорошо бил. И тогда под эту, значит, динамику у него прописать вот этот хлыст. Ну, а так что, неплохо выглядит. Единственное, что вот заварился, если, да, то, значит, нужно тут его подкорректировать. А ну-ка, R. Так. Ну, и вот этот тоже момент, единица на нампаде, видите, чтобы, ну, в полом не проваливалось. Как, а что у него тут получается? А, ну, так-то нормально, видите, да? А вот если спереди, то кажется, что он закрутился. Так, ну, вот как-то так, а ну-ка. Нормальная анимация. Ну, не идеальная, конечно. Но так вот, в принципе, уже можно что-нибудь этакое делать. Затянуть где-то анимацию, где-то все поплавнее это сделать. Будет все хорошо. А ну-ка, попробуем, если мы теперь английская A все это дело выберем, тут тоже выберем и сделаем S. И, допустим, где-то пусть будет 65 кадров. А ну-ка. Ну да, уже резкости удара нет. Надо затянуть, значит, это вождение, а остальное, значит, уже ускорить. Так, ну, вот такая информация. Если кому-то пригодится, конечно, это не самый, можно сказать, идеальный вариант на ротацию вот эту настраивать. Можно, значит, настроить другим способом. Давайте еще рассмотрим, да? обжи, так, это post-mod. Так, тут все прописано. Так, и как это все сделать? Так, ну, допустим, у нас вот эти все ротации, давайте поотключаем. Спасибо. 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 Так, вот есть у нас значит вот этот хлыст, да? Так, и мы назначаем, каким образом? Выбираем первую косточку, значит вторую выбираем, а потом первую. Делаем Ctrl-Shift-C на Inverse Kinematic это все дело. Добавляем таргет и долой. Ну и ставим сколько нам там на влияние. Сколько тут костей вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так, и теперь если я буду, значит, G брать вот эту косточку, вы видите, что я могу каждый теперь руководить, значит отдельно все это дело подкручивать, G куда-нибудь все это дело заводить. Ну, тоже можно сделать хлесткие удары, вот так вот. Так, это тогда сколько, 14, 15, на 15 костей, тогда можно еще больше костей добавить здесь. Вот. Такая штука, значит, можно выбирать другую кость, вы видите, что и в общем можно вводить, и каждой, да, и одной. Вот так вот такой результат. Если кому-то пригодится, если вдруг, не знаю, там приключенческое что-то будете делать, ну, можно этим сделать таким вариантом. Вот такая штукенка. Все, всем пока, до свидания.